Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на моем канале! Спасибо, что заглянули, не забывайте подписываться! В этот раз рисунок получился ужасный, сразу предупреждаю вас! Мне он не понравился, но я все-таки решила выложить это видео после комментариев. Девчонки писали, что когда опять будет рубрика про скетчбук, и как-то вырывать лист тоже не хотелось, поэтому я думаю, ничего страшного выложу, но впредь я уже рисовать красками, наверное, не буду. И сегодня у нас очень интересная история, давайте приступим. Добрый вечер, Айка! Моя любимая рубрика на вашем канале это про скетчбук. Замечательно рисуете, и истории тоже очень интересные. Почему-то все говорят о своих проблемах в жизни, неудачах и неурядицах. Я в свою очередь хочу рассказать о ситуации, которая изменила мою жизнь. В 16 лет я, как и все мои сверстники, ходила по репетиторам и готовилась к поступлению в вуз. На занятия по географии вместе с нами ходил парень, звали его Орхан. Мне он сразу приглянулся, симпатичный хулиган, курил. В то время нам казалось, что это просто бомба взрыв мозга. На занятия мы ходили с подругой Орханом, и вместе с нами ходила еще одна девочка. Вскоре мы начали общаться с Орханом ближе, видеться. Я была безумно влюблена в него, чувствовала себя самой счастливой на свете. Моя подруга, в свою очередь, не разделяла моей радостью и постоянно говорила, что Орхан не для семьи. Встречаться с ним, конечно, можно, но выстраивать какие-то серьезные отношения и строить какие-то планы на будущее не стоит. Я прислушивалась к ее словам и пыталась изменить Орхана, потому что она говорила правильные вещи. Просила его меньше шляться с друзьями и учиться. В противном случае он просто не поступит в универ. Ему, естественно, мои претензии не нравились, и мы часто начали ругаться на эту тему. Моя подруга мирила нас каждый раз и хорошо общалась с Орханом. В один день, как сейчас это помню, увидела на руке у подруги браслет Орхана. Мы на занятия ходили вместе, и я не видела, как он передавал ей браслет, а значит, они виделись без меня. На мои расспросы ни Орхан, ни она не могли дать одинаковый ответ. Как это произошло, сейчас расскажу. Они оба придумывали разные истории. Увидел браслет, я сразу спросила у подруги, как он оказался у нее. И она рассказала, что нашла его под столом на предыдущем уроке. Как только мы вышли с занятия, я позвонила Орхану и спросила его. Он же сказал, что браслет ей понравился, и Орхан подарил этот браслет ей. Мы вышли с подругой и шли домой. Это была математика, и на ней мы сидели вдвоем. Я не смогла вытерпеть и переждать немного, и прям по дороге взяла ее на пон и сказала, что все знаю. Орхан мне уже все рассказал. Подруга растерялась и начала извиняться. Мне было настолько досадно, больно, обидно. Невозможно вам передать чувства, которые я испытала. Всю дорогу домой я просто ревела. И она даже не стала меня останавливать. На следующий день я написала Орхану, что я уже все знаю. И на мое удивление, никто извиняться передо мной или как-то менять ситуацию не стал. Я поняла, что уже дальше учиться с ними в одной группе не могу, и поэтому я поменяла учителей, где мы были в одной группе, и начала все с чистого листа. А Орхан с подругой встречались, и об этом мне рассказывали знакомые. В инстаграме я видела их общие фотографии, как они счастливы. Мне от этого было очень больно и досадно. Отпустить ситуацию я просто была не в силе. И те ощущения, те переживания, которые я пережила, это было просто нечто. Я прошла через ад. Вскоре я узнала, что Орхан не поступил в универ, а мы с подругой поступили в один универ. Слава богу, факультеты у нас были разные, и учились мы тоже в разных корпусах. Сказать честно, я была рада, что Орхан не поступил и пошел в армию. Служил он неподалеку от Армении. Естественно, мы все переживали за его жизнь, но слава богу, он жив-здоров, вернулся с армии, нашел работу и женился на моей бывшей лучшей подруге. В то время мы были уже на втором курсе универа. Меня, естественно, на торжество никто не звал. Да и на тот момент мне было вообще плевать на всю эту ситуацию. Я вообще часто читала в книгах, слышала от знакомых, что любовь живет три года, и я убедилась в этом на собственном опыте. На момент их торжества у меня уже зарождались отношения. Я была безумно влюблена и была, если честно, в состоянии эйфории. Я влюбилась в своего одногруппника. Он из интеллигентной семьи. Отец его знаменитый хирург, которого знают все в Баку. Мама замечательная женщина. На момент завершения учебы в экономическом мы уже обручились. Тогда я и узнала, что Орхан и его жена уже с ребенком разводятся. Орхан не имел образования и не смог найти хорошую работу. А с борщиком мебели, как изначально он работал, его не устраивало. Поэтому он просто не работал, из-за этого появились, наверное, конфликты в семье. Но это просто мои предположения, уж точно как там было, я не знаю. Но материальное положение семьи оставляло желать лучшего. Я два года как в браке и очень счастлива. И благодарю Бога, что он отвел меня от таких людей. Родители моего мужа купили нам квартиру в самом центре города. И помогли с работы. Устроили и меня, и моего мужа. Мы работаем в замечательной компании. У меня автомобиль класса люкс. И супер жизнь, о которой мечтают все. А моя бывшая подруга вернулась в отцовский дом. Живет с ребенком в нищете. Я просто иногда оборачиваюсь назад и вспоминаю всю эту ситуацию. Просто на минуточку думаю, как бы могла сложиться моя жизнь. Если в тот момент я бы не рассталась с Орханом, то меня бы ждала участь моей подруги. Я безумно счастлива, что в жизни все сложилось так. И мораль моей истории в том, что что не происходит, это к лучшему. Сейчас я просто смеюсь над ситуацией, которая произошла. И один раз я встретила свою бывшую лучшую подругу в университете на экзамене. Она сделала вид, что даже не заметила меня. Отвела взгляд и ушла. Самое удивительное было в том, что ни Орхан, ни она ни разу не подходили ко мне после этой ситуации извиниться или как-то исправить. Я думаю, что их наказал Бог за это. Сначала нам кажется, что мир рухнул и уже ничего не исправить. Но затем мы понимаем, что наоборот все к лучшему. Сейчас я безумно счастлива. Все у меня замечательно. Не хочу злорадствовать, но на свою бывшую лучшую подругу мне просто жалко смотреть. Я пишу свою историю не для того, чтобы получить какой-то фидбэк, а просто рассказать, чтобы вы сделали хоть какой-то вывод. В общем, вот такая вот интересная история. Мне самой она очень понравилась. На самом деле, когда оборачиваешься назад, ты понимаешь, сколько всего было. Просто ерунды, за которой мы плакали, переживали, расстраивались. Поэтому в этой жизни ни на что не надо обращать внимания. Нужно быть счастливым сейчас. И что не происходит, надо быть счастливыми. В общем, вот такая вот история. А рисунок получился, конечно, нечто. Мне просто безумно хочется его порвать и выбросить. Но с другой стороны, столько труда вложено. Я его рисовала, наверное, часа три точно. Но уже в следующий раз мы с вами будем рисовать фломастерами. Хочу купить большой какой-то набор ярких фломастеров. А краски не знаю. Просто оставить. Рисовать на холсте. Может, пейзажи какие-то рисовать. На этом все, мои хорошие. Очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно пишите в комментариях. Ситуации разные. Пока что писать свои истории на мой пиар-аккаунт не нужно. Потому что осталось уже больше 70 историй, которые я не зачитала. Пока что я должна разобраться с ними. А уже дальше будете мне отправлять свои истории. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться. Всем пока!